Здесь работа у станка не выглядит как тяжелый труд. В механическом цехе завода «Прогресс» изготавливают детали, узлы для ракет-носителя и космических аппаратов. Продолжается модернизация цеха. 24 единицы нового высокотехнологичного оборудования уже установили. Впереди монтаж уникальных станков, позволяющих с ювелирной точностью обрабатывать огромные детали для ракет-носителя «Союз-2». Молодые специалисты, большинство из которых с высшим образованием, управляют работой сложной техники с помощью компьютеров. Очень много сейчас работы, новое оборудование, специалисты. Очень омолодился коллектив. Приходит новое оборудование сложное, соответственно, и требования к исполнителям тоже повышенные. Как проходит модернизация завода, специалисты рассказали главе региона Николаю Меркушкину. Губернаторы интересовали не только технические моменты, но и социальная политика предприятия. Скажи, какая зарплата. Или очень мало, или очень много. Наверняка. Почему не говори? Не много, не мало. На денежный вопрос на прогрессе не жалуются. А с 1 сентября зарплата сотрудников вырастет на 10%. Труд в космических масштабах надо стимулировать, уверено руководство предприятия. Тем более, что объемы производства за последние годы стремительно растут. Мы должны успешно работать. Мы объемы в 2014 году превысили объемы 2013 года более чем на 20%. В этом году мы идем с опережением объемов реализации от прошлого года. По полугодию мы имеем реализацию 15 миллиардов. Это на миллиард с лишним больше, чем в прошлом году. Прогресс переживает и ренессанс. Сейчас на космической орбите находятся 9 аппаратов, сделанных на Самарском заводе. Такого не было никогда. Судо утверждены программы по новым ракетоносителям. На долгие годы вперед, на 5-7 лет программа утверждена. Сегодня в Самаре компетенции, организации труда, специалисты и многое другое. Это, может быть, самая надежная зона для того, чтобы дальше развивать космическую технику. На встрече с коллективом завода глава региона обсуждал вопросы масштаба не космического, а городского. Но для жителей Самары сегодня именно они имеют значение первостепенное. Космическая столица страны должна соответствовать своему статусу. Сделать Самару городом процветающим во всех отраслях, красивым и благоустроенным, комфортным для жизни. На это направлена реформа системы местного самоуправления. Ее задача – приблизить власть к народу, сделать местную власть более эффективной, ориентированной на вопросы, волнующие в первую очередь жителей города. Мы смогли на местах создать нормальную обстановку. Обстановку, когда люди вовлечены в производительные, созидательные процессы. Районные советы депутатов, выборы в которой состоятся 13 сентября, будут работать на благо жителей своего района. А сами горожане смогут контролировать, на что тратят деньги из районного бюджета. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.